В эфире Биржевой помощник. Все о работе финансовых рынков и их особенностях. С вами Ирина Нестеренко. Здравствуйте. Неделя на финансовых рынках началась с позитивной динамики для некоторых валют. Подробнее узнаем сегодня в программе. Со мной в студии Евгений Усанов, региональный директор компании Фибогрупп. Евгений Слесарев, инвестиционный консультант Фибогрупп. И позднее к нам уже по традиции присоединиться аналитик Академии Фибогрупп. Расскажет нам подробнее о некоторых сделках трейдеров. Сегодня обсуждаются различные причины изменения цен на финансовых рынках. В основном это какие-то события, экономика каких-то стран, статистика. Это в основном фундаментальные факторы рассматриваются. Предлагаю сегодня рассмотреть именно с технической точки зрения какие-то тренды на рынке, что сопутствует этому. Предлагаю начать с напоминания, что такое технический анализ, в чем его особенности. Технический анализ основан на рассмотрении графиков движения рынка, точнее ценовых движений и движения объемов торговли за определенный период времени. И это самый действенный метод спекулятивной оценки финансовых рынков, так как изучение ценовых движений удобная информация об этом общедоступна. Этому виду анализа мы уделяем большое внимание на наших семинарах. Поэтому всех интересующихся мы приглашаем на наши бесплатные вводные семинары каждый понедельник и среду. Записаться на них можно по телефону, который видите на своих экранах. Но все-таки применять этот вид анализа можно на всех рынках. Например, на нашем казахстанском фондовом рынке. Можно ли применять этот вид анализа? Конечно, можно. Казахстанский финансовый рынок еще достаточно молод, но в целом он существует по всем законам и правилам мировых рынков. Поэтому тут можно применять все известные виды анализа, в том числе и технический анализ. Как раз сейчас к нам на семинары записывается большое количество людей, интересующихся именно казахстанским фондовым рынком. Однако нужно понимать, что для использования всех методов технического анализа необходим специальный программный продукт. Что такое технический анализ, если мы разберем по полочкам? Что он в себя включает? Как начинать работать именно с этим видом анализа? Как сказал мой коллега, это в первую очередь график цены. Мы рассматриваем график цены и, основываясь на простых утверждениях, утверждениях того, что история повторяется, что рынок имеет память, мы смотрим, как происходили изменения цен раньше и делаем предположение, что будет в будущем на основании истории. Есть еще один интересный постулат, который говорит, что цена всегда имеет направление, и это направление, скорее всего, сохраняется. То есть мы делим технический анализ на сегодняшний день на несколько основных направлений. Анализ графический, когда мы в чистом виде изучаем графики, определяем тенденции на этих графиках, определяем какие-то модели повторяющиеся, так называемые фигуры технического анализа или паттерны. Второе направление — это математическое, когда мы принимаем решения на основании каких-то формул. И третье направление — это волновой анализ, который помогает нам рассчитать движения. Чаще всего любое движение имеет свой взлет, имеет коррекцию, и именно этими взлетами и коррекциями занимается волновой анализ. Он определяет их величины, определяет количество волн в каждом цикле, возможные коррекционные волны и так далее. Вот три основных направления, которые рассматривают в техническом анализе. Но самое сильное и самое интересное направление — это, безусловно, графический анализ. Что он из себя представляет? Какими знаниями нужно обладать, чтобы использовать в своей работе? Как ни странно, он достаточно прост, он нагляден. Именно графический анализ использует большинство биржевых спекулянтов. Но есть такая особенность, что графический анализ очень плохо поддается компьютеризации. Потому что во многом он строится на восприятии отдельно взятого человека, на его каких-то, если хотите, фантазиях. То есть получается, если даже два трейдера проводят один и тот же анализ, то он фактически будет выглядеть по-разному у каждого? — Возможно, да. Абсолютно возможно такая картина, что два человека, использующие один и тот же график, придут к абсолютно разному решению, используя именно графический анализ. Потому что кто-то будет считать, что здесь уже созрел разворот, а кто-то будет говорить, что тенденция еще продолжается. Присутствует, да, вот такой личностный фактор в графическом анализе. Однако, еще раз напомню, что это самый сильный анализ, потому что он использует конечную цену. Он не уходит далеко от цены. То есть мы видим цену, мы видим, как она менялась, на основании этого мы делаем предположение. А дальше, скорее всего, будет вот так или вот так. Ну и еще раз хочу напомнить, что задача любого анализа — выявить вероятность, большую вероятность поведения рынка. То есть тот же самый графический анализ нам скажет, что с большой долей вероятности именно от этого уровня, именно от этой цены рынок пойдет вверх или пойдет вниз. Если наше предположение будет неверным, то мы знаем, как действовать тогда в противоположную сторону. То есть получается, здесь уже точность, да, такая наблюдается в этом виде анализа? Абсолютно верно. Вообще технический анализ — это анализ определения точной цены. Это его главное отличие от всех других видов анализа, потому что он нам говорит, что именно здесь и сейчас по этой цене нужно подавать или покупать актив. Или именно здесь и сейчас ничего не нужно делать. Это тоже решение, которое может нам предложить технический анализ. Это вы сейчас рассказали именно про графический вид анализа. А вот что же такое математический вид анализа? Чем он отличается? В чем его особенность? Евгений, поясните. Математический анализ — это одно из направлений технического анализа. Из названия понятно, что это способ определения движения на рынке с помощью различных математических формул. Этот метод строится на пересчете исторических цен с помощью различных математических приемов. При этом на сегодняшний день все считает компьютер и выдает результат прямо на графиках, где можно купить, а где продать. Трейдеру остается лишь дождаться конкретного сигнала. Вот каждый из этих методов чем-то отличается, да? Вот какие есть плюсы и минусы, недостатки и преимущества именно у математического метода? Основное преимущество математического метода в том, что он абсолютно не подвержен эмоциям и личным ему заключениям. Компьютер просто пересчитывает цены по строго заданным формулам. Однако существуют и минусы в использовании данных технических средств. Переменные для формул зависят пользователям, исходя из собственного опыта либо по каким-то другим соображениям. То есть появляется личный фактор. А за более полным разъяснением я с удовольствием приглашаю всех к нам на семинары. Тем более у вас есть шанс пройти обучение абсолютно бесплатно. Для этого достаточно позвониться к нам в офис до 19.00 сегодня и подтвердить свое желание учиться. Ну вот, знаете, первое впечатление складывается, что это достаточно сложное занятие. Если это именно технический анализ, математический, то здесь нужно именно какое-то такое специфичное образование, именно мышление. То есть если ты раньше не занимался этим видом анализа, то как можно это легко освоить и применять тем более? Опять же, человек может научиться всему. И это действительно звучит страшно и сложно. На математический анализ, у некоторых ассоциаций еще, наверное, с институтской поры, когда математический анализ — это что-то сложное и страшное, которое иногда сдается не с первого раза на сессиях. Но на самом деле вся биржевая торговля построена на каких-то простых постулатах и принципах. И если мы говорим о графическом анализе, то там тоже действительно все просто. Какие-то простые постулаты мы определяем легко, по каким-то правилам легким, определяем общее направление, выделяем фигуры. Даже интересно становится в какой-то момент. Да, абсолютно верно. Если говорить о математическом анализе, то, опять же, мой коллега сказал, что это формулы, которые пересчитывают цену, которые задают какие-то переменные. Но на самом деле математическим анализом опытные трейдеры пользуются примерно так же, как обыватель пользуется телевизором. Мы просто включаем и смотрим телевизор. Точно так же мы относимся к математическому анализу. Мы включаем какой-то математический инструмент, и он нам на графике, на компьютере показывает, что вот здесь созрела ситуация для покупки, а вот здесь созрела ситуация для продажи. И остается одно – дождаться вот этой ситуации и правильно ее реализовать. Если у человека это получается, замечательно. Если не хватает терпения, ну, значит, нужно работать над психологией. Это уже не входит в сферу технического анализа. Вот знаете, неспроста мы начали именно передачу с технического вида анализа. И в начале передачи я сказала, что неделя началась достаточно позитивно. Динамика различная наблюдается на рынке для разных видов мировых валют. Вот давайте рассмотрим сейчас с технической точки зрения именно текущую ситуацию. На валютном рынке. То есть, как показывают сегодня, какое движение евро, какое движение у котировок, допустим, фунта или же доллара. Что можете именно отметить? Ну, вот текущая неделя, да, сразу интересная такая ситуация, что текущая неделя насыщена важными экономическими новостями. И тем не менее мы можем себе позволить немножко оттолкнуться от вот этих новостей, немножко их отставить в сторону и посмотреть именно на графике, что происходит с рынком с точки зрения технического анализа. А там формируются достаточно интересные тенденции. Вы абсолютно верно сказали, что неделя началась позитивно для некоторых валют. И в первую очередь это европейские валюты. То есть, началась неделя с того, что доллар США начал сдавать свои позиции, а евро и британский фунт начали укрепляться. Тем не менее, общая тенденция по европейским валютам, общий тренд, так говоря, да, он пока негативный. Тренд действительно нисходящий. Но формируются фигуры, которые говорят о том, что как минимум на этом рынке назрела коррекция. Коррекция, которая может привести к росту европейской валюты, коррекция, которая может привести к росту британского фунта. Если говорить, скажем, о европейской валюте, то сейчас на таких краткосрочных внутридневных графиках видна фигура технического анализа, которая называется флаг. Вот она сейчас дорабатывается, и целью этой фигуры является отметка 1 доллар 9 центов за европейскую валюту. Практически в самом начале недели цель была достигнута уже. Следующей целью роста по единой европейской валюте является отметка 1 доллар 11 центов. Если же эта отметка будет достигнута, то сформируется более долгосрочная фигура. Но давайте о ней мы постараемся сказать в следующей передаче. Как только будет достигнута эта отметка, мы с вами поговорим о том, какие перспективы появятся по единой европейской валюте. То есть, получается, определенные существуют уровни, преодолев которые, есть движение вперед, да, или вверх, либо вниз. Абсолютно верно. Это, опять же, тонкость графического анализа, которая говорит, что существуют уровни или ступеньки, по которым движется цена. Если цена забирается на одну ступень, у нее открывается возможность подняться выше. Если же не удается закрепиться на текущие ступеньки, то цена падает, падает вниз на предыдущий уровень внизу, который мы можем отмечать. Именно таким образом я и говорю, что по евро-доллару существует отметка 1 доллар 9 центов за европейскую валюту, 1 доллар 11 центов за европейскую валюту и дальше, и дальше. Вот если мы рассмотрим азиатские рынки, да, что там происходит в отличие от европейских? Продолжение следует...